вот французы говорят что должно быть только плюс 18 градусов вот должны в бассейне должно быть минус один градус волейбол футбол минус один градус и и лампочки должен гореть только очень мало какой план посыли вверх какой план они сделали на зиму вот такая франция капиталистическая страна здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала паскаль и плющей лизаньон и плющей значит чистит лук 3 головки лука он должен сегодня почистить и пожарить вообще паскаль очень любит лук паскаль бонжур шери сегодня расскажу про новости что германия уже не хочет принимать украинских беженцев вот такая ситуация в европе в германии ряд муниципалитетов исчерпал возможность приема украинских беженцев в германии более двух десятков муниципалитетов федеральной земли баден-вюртенберг заявили о крайне тяжелом положении из-за наплыва украинских беженцев сообщает газета суд дочь сайтунг главу муниципалитетов написали коллективное письмо министру иностранных дел нэнси фейзер в котором сообщили что возможности для размещения беженцев из украины и других оказываемых им услуг уже исчерпаны нет возможностей по данным мвд германии число вынужденных переселенцев из украины концу сентября превысило отметку в 1 миллион человек совете до конца сентября 2022 года в германии прибыло миллион беженцев из украины при этом беженцы продолжают прибывать муниципалитеты создавая высокую нагрузку на местные власти мы находимся в опасном переломном моменте подчеркивается в письме в газету суд дочь сайтунг раз ты уже взялся за гуш не говори что дюш так что европейские страны европейский союз решил принимать украинских беженцев в экстренном варианте так что если вы уже сказали год нужно перепрыгнуть нужно помочь украинским беженцам откуда бы они не пребывали и вообще многие у меня в комментариях пишут что украинские беженцы бегут из ивано-франковской из львовской из западной украины где даже не было военных действий не знаю я не беженка я даже не знаю откуда они прибывают из зоны военных действий или не из зоны европейский союз там же сидят умные люди да они наверно знают откуда прибывают беженцы и хотя конечно очень много негативных комментариев насчет украинских беженцев вот они сдают квартиры на западе на западе украины и много видео выходит в интернете что ютюбе и да везде и тик токи в ютюбе что они сдают квартиры а сами получает в германии во франции в испании в италии в зоне евросоюза получает компенсации потом возвращает к возвращаются к себе на украину и получают дивиденды за снятие своих квартир за сдачу своих квартир не знаю кто об этом знает точно из первых уст напишите мне в комментариях и не нужно додумывать до украинских беженцев до что они там сдают снимают там и так далее квартиры свои да и бегут в европу главы муниципалитетов напомнили что прошлой весной федеральные власти обещали полностью профинансировать помощь беженцам и призвали найти средства на эти цели ранее мэр мюнстера маркус леве заявил о необходимости как можно скорее закрыть вопрос о возмещении расходов федеральных земель на беженцев а главы местных администраций германии заявляют что муниципалитетом и иммиграционным службам сложно помогать все возрастающему числу украинских беженцев государственные организации оказались в крайне опасном положении а их финансовое состояние сравнимо с выжатым ремонтом муниципалитеты загнаны в угол мы достигли вы достигли опасной черты приводит заявление муниципалитетов издание суд дойч сайт он газета дополняет что подобная плачевная ситуация с украинскими беженцами фиксируется во всей германии ранее немцы же пожаловались на хамство украинских беженцев жители германии отметили что украинцы требуют у сотрудников благотворительных организаций выдать им черную икру и креветки но это конечно думаю преувеличено что во франции что германии что в испании италии у нас здесь конечно другая кухня и возможно украинцы могут и не и не кушать украинцы и не могли бы покушать европейскую еду например вот я не люблю жареные бананы но не те которые мы кушаем сладкие да а это бананы планта называется это африканские бананы которые кушают в африке вместо картошки она жарится с двух сторон сладковато приторная такой да не все полюбит это конечно и вот я например не люблю банана планта банана такие такие украинцы тоже могут не любить какие-то блюда от этого будет у них тошнота и рвота почему нет какое хамство здесь я не вижу никакого хамства 11 августа стало известно что берлин ожидает массовой миграции украинских беженцев внутри германии с наступлением осенних холодов просто складывается пребывание украинских беженцев и в европейских странах так италия пугает переселенцев адской работой британские жители вскоре намеренно расторгнуть договор с подселенными гостями правительство великобритании не выделяет финансы для частников британцев которые приняли к себе украинских беженцев свои дома и свои квартиры они не выделяют деньги каждый месяц каждый месяц за то что они заключили контракт с этим центром беженцев до правительства должно выделять частникам деньги каждый месяц но частники не получают деньги поэтому они хотят уже и начинают выгонять беженцев из своих домов и своих квартир то есть это что в будущем для беженцев из украины они будут жить в общежитиях в общежитиях с другими беженцами со всего мира в общем как и германия так и другие страны евросоюза теперь пошли на попятную сначала не принимали беженца и думали что первые два-три месяца они примут беженцев и все нет украина очень большая страна и давно мечтала войти в евросоюз многие украинцы мечтали переехать в европу но то что они сейчас как беженцы поступают в европу это временное явление после завершения конфликта они все вернутся и никто в европе их не будет держать которые изучали язык той или иной страны куда они прибыли евросоюз и таким образом они интегрировались в эти европейские страны нашли себе работу заключили контракт только такие украинцы могут остаться в европе а если сидеть месяцами и вам предоставляют обучение бесплатное языку французскому итальянскому испанскому немецкому языку и и никто из беженцев не идет учиться потому что думает а скоро мы вернемся зачем нам язык тогда конечно вы вернетесь а кто хочет интегрироваться в эти европейские страны они изучают язык они ищут себе работу чтобы остаться в европе в европе ничего бесплатно не делается если вы там уже пробыли три месяца то европейские страны требует начинает требовать от вас что вы работали чтобы вы заплатили своим трудом сколько вам платили компенсации пособия вы должны это все возвратить так что европа это тебе не белоруссия и не россия там нужно работать работать и если в европе не работать то человек остается на обочине просить милостыню заряете то есть везде как говорится нужно работать без работы человек никто хотя говорят от работы и кони дохнут ну если это конечно очень сильная физическая работа до кони дохнут так что в европе никто никому ничего не должен в европе это не в россии и не в белоруссии когда тебе сосед помогает тебе дали жилье и тебе тот же тот же сосед который тебя знать не знает придет и поможет тебе продуктами овощами из огорода если в сельской местности да а в горах городах тоже и вещами и продуктами первой необходимости так что европа не россия не белоруссия сегодня у нас плюс 20 градусов тепла западная франция жить можно скоро должны привезти пряжу мне вот сижу жду пряжу буду вязать паскале полувер горчичного цвета вот до сих пор сижу жду когда же привез подвезут пряжу с вами был канал фами м с жизнь во франции пишите комментарии что вы думаете на все эти темы что вы думаете напишите мне в комментариях поделитесь со своими мнениями мы же взрослые люди и мы на радуем что-то что в мире все меняется меняется подписывайтесь на мой канал я буду вам очень рада пока пока до новых встреч